Топовые криптобиржи с CoinMarketCap Давайте вычеркнем те, которые блокируют счета пользователей Хотите попробовать доказать криптобирже, откуда у вас крипта? Вам сюда! Для остальных есть 50x.com Полностью анонимная криптобиржа Мы не запрашиваем ваши документы и не требуем объяснить происхождение средств Мы верим в то, что вы и только вы имеете право распоряжаться своей криптовалютой 50x.com Ну что ж, давайте разбираться, кто, когда, а главное, как сможет отправить цену одного биткоина на 1 миллион долларов и выше Перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли Или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли или за другие какие-то средства Лучший мониторинг обменных пунктов BestChange всегда к вашим услугам Здесь все максимально просто Вот здесь вот слева вы ищете, что вы хотите отдать К примеру, Ripple И что вы хотите получить, выбираете справа К примеру, Сбербанк Дальше вы сразу видите в правом вот этом окошке Отсортированные обменные пункты Их курс и резерв И сразу же вы можете перейти, посчитать отзывы Посмотреть, как рейтингован этот обменник Если вас все устраивает Вы вот здесь вот сверху нажимаете и переходите на сайт обменника Непосредственно на котором вы уже совершаете операцию обмена Вот так все просто А теперь продолжайте просмотр Всем привет! Это канал про блокчейн Нас уже с вами больше 100 тысяч человек И поэтому всем огромное спасибо за то, что вы с нами Вы смотрите нас Это дает нам сил и желание делать разные интересные ролики И выпускать еще больше качественного и самое главное интересного контента Поэтому вот это видео мы делаем в рамках специальной серии Это такое некое наше авторское специальное аналитическое видео В котором мы разберемся, кто же такие институционалы О которых все упоминают И кто толкает и накачивает сейчас вот этот пузырь в рынке И будет ли биткоин действительно стоить 100 тысяч 146 тысяч, как говорит Джей Пи Морган 400 тысяч или даже миллион долларов в ближайшее время Ведь некоторые аналитики дают совсем нескромные прогнозы Говорят, что уже в 2021 году к концу мы можем увидеть какие-то колоссальные цифры От 400 тысяч до миллиона долларов за один биткоин Поэтому давайте разбираться вместе Не переключайтесь Если вы еще не подписаны вдруг на этот канал Нажмите кнопочку подписаться Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления И давайте вместе разбираться Заварите себе чай или кофе Потому что это видео, наверное, будет длинным В этом видео мы поговорим о крупнейших компаниях Таких как Джей Пи Морган Чейси Которая еще буквально два года назад Была категорически против биткоина и все, что с ним связано Мы посмотрим еще на такую компанию, как Морган Стэнли А это, по сути, дочка Джей Пи Морган И я покажу, почему она отделилась от нее И сколько активов и у той, и у той компании Мы обязательно поговорим о компании Майкро Стратеджи И посмотрим, что думает CEO Майкл Сейлор по поводу биткоина И вы видите, что здесь уже биткоин вынесен прямо на главную Как отдельный инструмент Конечно же, мы не оставим без внимания Компанию Грейскел У которой есть Грейскел Биткоин Траст И обо всем этом по порядку И именно эти компании А самое главное, возможно, еще вот этот вот человек Илон Маск, которого вы все знаете И его компания Тесла Смогут запустить биткоин Не то, что на Луну, а на Марс И 1 миллион долларов за 1 биткоин Покажется не такой уж большой цифрой Обо всем этом мы прямо сейчас с вами будем говорить и разбираться Давайте послушаем, что думает о биткоина CEO Майкро Стратеджи Майкл Сейлор Лучшая идея на сейчас это биткоин Потому что дефицит на него больше, чем в золоте И в перспективе ближайших 10 лет Он обгонит технологические индексы и компании Как Амазон, Эппл и любые другие компании Перед тем, как мы продолжим просмотр Буквально 30 секунд полезной информации Биржа Байбит для новичков подготовила супер предложение Ссылка будет в описании Регистрируйтесь и вы можете получить до 600 долларов На свой торговый счет И торговать сразу же уже с маржой Нет никакого KVC Отличный русский язык Мобильное приложение То есть все плюшки на борту 6 активов можно торговать Инверсный бессрочный контракт Бессрочный USDT В общем, все, что нам с вами нужно Внизу по ссылке иди и забирай А мы продолжаем просмотр Мне недавно попалась интересная статья Назара Хедж Я вам ее покажу И дам, естественно, внизу На все материалы будут ссылки То есть все, о чем я буду сейчас говорить Либо будут врезки Либо будут ссылки внизу на полные версии статей И вы потом сами сможете это все изучить В оригинале или в переводе Как вам будет удобно Так вот, название статьи Назара Хедж Как биткоин достигнет 100 тысяч долларов И далее Морган Стэнли увеличивает долю в микростратеджи Открывая шлюз для огромных денег в криптосферу Так вот, эта свежая статья Она буквально от 9 января 2021 года Во второй половине дня она появилась Так вот, еще 11 августа Когда биткоин все еще торговался на отметке 10 тысяч долларов Что сейчас новичкам, которые смотрят это видео Кажется невозможным Потому что текущая цена около 40 тысяч долларов И он достигал 42 тысячи долларов Я не знаю, когда вы будете это смотреть Возможно, биткоин уже 50 тысяч Или он скорректировался до 30 или даже до 25 Но самое интересное Вы услышите дальше Так вот, когда биткоин стоил 10 тысяч долларов Публично торгуемая компания По бизнес-аналитике Микростратеджи У нее есть стикер МСТР Я его буду показывать Вы посмотрите сейчас Так вот, она сделала трансформационное заявление Компания заявила, что приобрела 21 454 биткоина По совокупной закупочной цене в 250 миллионов долларов И эта покупка стала тем триггером Который спустил крючок надувания пузыря биткоина Кто дальше и как будет развивать эти события И кто поспособствует тому Что сейчас огромными темпами Заливаются миллионы и даже, можно сказать, миллиарды долларов В криптосферу И в первую очередь они, конечно же, идут в биткоин Чтобы разобраться, кто и как надует биткоин До стоимости в 1 миллион долларов Давайте с вами посмотрим на 10 крупнейших банков мира Где на шестом месте находится Джей Пин Морган Чейси Но из-за того на шестом месте Потому что он проводит оценку не по МСФО А по американской системе Так бы он был на четвертом месте Так вот, смотрите Это топ-10 крупнейших банков мира По величине активов Начинается все здесь с 10 места И сюда входят, получается, 4 китайских банка 2 американских И 2 банка из Франции Получается, что, как я уже сказал Рейтинг вот этого СНП Global Market Intelligence Он учитывает совокупные активы кредитных организаций И здесь есть разные оценки Банки США используют US GAAP А банки в других странах МСФО И если бы американские банки отчитывались по МСФО То JP Morgan Chase был бы на четвертом по величине банком Вместо шестого То есть на десятом месте у нас Креди Агриколь Это Франция У него активы 2,1 триллиона Дальше, получается, на девятом месте Банков Америка С активами в 2,2 триллиона На восьмом месте BNP Paribas Значит, активы 2,3 триллиона HSBC на седьмом месте 2,5 триллиона Шестое место, как мы уже говорили JP Morgan Chase 2,5 триллиона Пятое место Mitsubishi UFJ Finance Это Япония Значит, у него получается 2,7 триллиона И пошло Четвертое место Банков China У него активов на 2,9 Почти 3 триллиона долларов Третье место Агриколша банков в China У него активов 3,2 триллиона На втором месте China Construction Bank С активами в 3,4 триллиона И на первом месте Industrial Commerce Bank of China С активами в 4 триллиона Я создал специальную табличку Я в эту табличку записал Получается, первый банк Китая ACBC 4 триллиона Записал сюда активы JP Morgan 2,5 триллиона И записал сюда активы Morgan Stanley Это дочка, по сути, инвестиционная 0,8 триллиона Сюда же я внес Grayscale На текущий момент 0,2 триллиона И MicroStrategy 0,05 триллиона То есть суммарно 7,5 триллионов Это только вот эти Капли в море Пока здесь еще нет У нас в этой табличке Никаких страховых компаний Других фондов Частных инвесторов Которые тоже сюда Мы можем добавить И тогда эта цифра Уже изменится Она перевалит у нас За 20 триллионов Это те компании Которые уже Заинтересованы В биткоине Уже начали Либо готовиться В него инвестировать И здесь справа Я записал Что у нас Вся криптовалюта На сегодня Оценивается В 1 триллион Мы перевалили Эту цифру И биткоин в ней Оценивается У нас получается В 0,7 триллиона То есть мы видим Что Morgan Stanley В 0,8 Одни они Больше по капитализации Ну то есть Больше у них активов Чем стоимость Всего биткоина На сегодня При цене Около 40 тысяч долларов Что дальше Из интересного Почему банки Начали смотреть В сторону биткоина Криптовалют И будут Это продолжать делать Смотрите Доходы крупнейших банков США В третьем квартале Упали на 30-60% Значит Сделали они Свои отчеты Да Есть разная Там аналитика И вот топ 4 банка Это Citigroup Wells Fargo Банков Америка И JP Morgan У них разные Там истории При том Что у JP Morgan Есть Morgan Stanley Которые как бы Отделяются Отдельно В инвестиционную Историю У них просадка Поменьше 5-10% Но тем не менее Все банки Отчитывались о том Что доходы У них будут падать Потому что На них давит Федеральная резервная система Давит вот эта история С печатанием денег С пониженными ставками То есть В сентябре ФРС объявила Что ВВП США Снизится В 2020 На 3,7% Вместо 6,5% Но тем не менее Это как бы Никого особо Там не сплотает Потому что ключевая ставка ФРС В настоящий момент Установлена на уровне В 0,25% Тогда как год назад Она составляла 2,25% То есть разница Здесь 10% И вот Как мы уже с вами видели И вот в том коротком Видео Где SEO MicroStrategy Говорит Что они для себя Сейчас уже увидели И приняли Исходя из аналитики И всех расчетов Что биткоин Это по сути Как хеджирование Рисков Фиатной системы Хеджирование рисков Того что Компании Которые входят В разные индексы В S&P 500 В NASDAQ Куда угодно Они не смогут Обогнать биткоин То есть биткоин На втором месте Может быть там золото За которое топит Питершиф Но они как бы Будут двигаться вперед Я возможно покажу Еще в этом видео Кусочек из рекламы Grayscale Это тот фонд Который сейчас Активно на коне Вот реклама Grayscale Они говорят Почему вы сейчас Инвестируете в золото Вы что Живете в прошлом Бросайте это дело Если вы хотите Успеть За будущее И успеть В будущее То инвестируйте В криптовалюту Инвестируйте в биткоин Вот там будущее Поэтому приходите В Grayscale И мы вам Собственно В этом Поможем Вот такая 30 секундная реклама Ну интересно Конечно Это все Смотреть Как фонды Борются за клиентов Но там тоже Есть подводные камни И вот сейчас Придумали Придумали Интересную Новую стратегию Возможно Это надувание Пузыря Возможно Нет Мы сейчас С вами Будем Разбираться Давайте я Зачитаю Что по этому Поводу Сказал Сео Организации И то Что сейчас Сделала Микро Стратеги По сути Показала Другим Компаниям И инвесторам Как можно Обходить Премию Есть Другая Компания Grayscale Траст И Траст Торгуется С большой Премией Около 4 тысяч Долларов Получается Если вы Хотите Купить Биткоин То Вы Можете Купить Допустим Сейчас По цене 40 тысяч Долларов Но Если Вы Крупная Фирма Если Вы Институциональный Инвестор Который Напрямую Не Может Купить Себе На баланс Биткоин То Вам Приходится Пользоваться Услугами Grayscale Траст То есть Траст И Траст Напрямую То есть Там Есть Блокировка Денег На 6 Месяцев То есть Если Вы Пойдете И Напрямую Будете Покупать Акции Там Или Еще Какие-то Бумаги Grayscale То У вас Будет Заморозка На 6 Месяцев И Чтобы Этого Не Было Чтобы Обходить Вот Эту Заморозку Такие Бумаги Покупаются На Вторичном Рынке И Премия Составляет Как раз Около 4 Тысяч Долларов То есть Это Довольно Много Grayscale Сейчас Обладает Капиталом Около 20 Миллиардов Долларов То есть Они На 20 Миллиардов Долларов Уже Купили Активов Но Майкро Страты Не Остает Получается Что За последний Год Они Увеличились В капитализации Почти до 5 Миллиардов Долларов То есть Я Когда записываю Этот ролик Примерно 5 Миллиардов Долларов Я Буду Показывать Скриншоты С текущими Цифрами Я Сейчас На улице Вы видите Я могу Где-то Что-то Не помнить Или Цифры Могут Немножко Не биться Когда Я буду Подкладывать Потом Статистику Она Как раз Будет Поверху Более Точная И Вы Будете Понимать Какие Цифры Сейчас Уже Поступают На счета Компаний И Какие Цифры Соответственно От этого Будет Дальше Отчитываться Так вот Микрострадычи По сути Стали Таким Тригером И Кто Ж В них Закинул Много 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 Денег Давайте Дальше Читать В связи С тем Что Сейчас У нас Есть Риски Ковид Риски Того Что Печатается Много Денег Риски Вот Этих Пониженных Ставок Чуть Не Отрицательных Когда Ставка 1-2 На Фиатные Деньги Это Очень Дешевые Деньги И Получается Риск Инфляции Риск Уменьшения Активов И Стоимости Активов Он Намного Выше Риска Владения Биткоином И Об этом Заявляют Многие Сео Многие Частные Инвесторы Я На эту Тему Нашел Очень Много Статей И Я Дальше Буду Их Зачитывать Показывать И Я Еще Вам Отдельно Покажу И Сделаю Врезку Кто Такие Морган Стэнли Джейпи Морган Почему Они Сейчас Будут Активно Входить На этот Рынок И Какими Они Владеют Капиталами Давайте Теперь Вернемся К банку Джейпи Морган Чейз То есть Почему Мы За него Зацепились Ну Во-первых Это Один Из Старейших Американских Финансовых Банков То есть Это Американский Финансовый Холдинг На сегодня Штаб Квартира Его Находится В Нью-Йорке Вы Сами Сможете Загуглить Википедии Там Более Интересную Там Почитать Историю Он Входит В большую Четверку Он Довольно Сильный И Если Вы Рассматриваете К себе Допустим Там Вариант Еще Покупки Каких-то Акций Не Просто Индексов Да То Вы Можете Себе В портфель Конечно Джейпи Морган Тоже Добавить В списке Крупнейших Публичных Компаний Мирмов Мира Forbes Global 2000 За 2018 Год Джейпи Морган 6 Занял Третье Место Так Что Банк Это Действительно Сильный В 1933 Году Был Принят Акт Гласса Стигала Разделяющий Коммерческий И инвестиционный Банкинг Большинство Предшественников Джейпи Морган 6 Стали Коммерческими Банками В частности Инвестиционная деятельность Джейпи Морган Энко Была Выделена В 1935 Году В отдельную Компанию Морган Стэнли Даймонд Джеймс Вот сейчас Кого вы видите Он возглавляет У нас Банк Джейпи Морган И он У нас Высказывался В 17 18 Году Что Биткоин Это Ерунда Они никогда Не будут В него Инвестировать Они не Откроют Никогда Никаким Компаниям Счета Но потом Из Статьи Форбс И из Книжки Из разных Подкастов Мы знаем Что в 2018 Году А вот Здесь У нас Даже На Форб Статья Вы можете Тоже Ее потом Почитать Я ее Прикреплю Значит Была Встреча В 2018 Году Сео Коинбейс И Даймона Где они Обсуждали Там Какие-то Свои моменты И потом Значит Джейпи Морган Открыл Счета Для Нескольких Бирж Коинбейс И Джемини Так вот Коинбейс Кстати В 2021 Году Вот в этом Скорее всего Будет Продвигаться И выдвигаться На IPO Это тоже Интересно Мы же с вами Переключаемся На Морган Стэнли Смотрите Морган Стэнли Это получается Подразделение Джейпи Морган Которое Занимается Инвестициями Это Инвестиционный Банк Значит Базируется Тоже В Нью-Йорке Владеет Крупнейшим Брокерским Бизнесом В мире И Чем Это Интересно То есть У него Тоже Большие Колоссальные Активы У него Есть Свой Директор Джеймс Горман Он Тоже Часто Высказывается Рассказывает Он Управляет Так вот Морган Стэнли Сейчас Активно Инвестируют В Биткоин Но Как Они Это Делают Они Не Покупают Его В Грейс Кэл А Они Придумали Я не знаю Сами Или Как В общем У них Интересная Схема И Делают Они Это Через Майкро Стратеджи То есть Есть Вот Такая Компания У нее Есть Отдельный Сайт Я Тоже Дам Ссылку И Майкро Стратеджи Они Это Не Новая Абсолютно Компания И Там Лет 20 И Смотрите Как Выглядят У нее Сейчас Акции На Финвизе Вы можете Посмотреть Смотрите Что Творится С акциями Потому Что Она Активно Начала Вкладываться В Биткоин Я Отдельно Потом Найду Статью Мы Сейчас Почитаем Сколько И как Она Покупала Биткоина Сколько Биткоина На Миллиардов Вот И Это Все Буквально Значит Произошло Она Увеличилась В 5 Рад За Вот Этот Год Так И Это Все Произошло Благодаря Тому Что Они Свой Кэш Начали Вкладывать В Биткоин Причем В Больших Объемах И Кто Ж Скупает Акции Потом То есть Тут Вот Интересная Самая Комбинация То есть Вот Эта Статья Назара Хедж Которая Я Читал Вот Там Все Как раз Подробно Расписано Я Тоже Отдельно Дам На Нее Ссылку И Вы Сможете Почитать У Нас Еще В нашем Видео Будет Задействован Очень Известный И Популярный Человек Илон Маск Илон Маск Тоже Я Тут Отдельно Про него Не буду Рассказывать Если Коротко Основатель Совладелец Генеральный Директор И Главный Идейный Вдохновитель Компании Тесла Которая Сейчас Стоит Просто Космических Денег И за Последний Год Показала Огромный Рост То есть Она Там Была В Огромной Перформансе Росла На 700 Процентов За год И Продолжает В первой Неделе 2020 Года Дорожать Утром 7 января 2021 Года Илон Маск Стал Богатейшим Человеком Планеты Сместив Основателя Амазон Джеффа Безоса На второе Место Состояние Маска Оценивается В 185 Миллиардов Долларов Ну и Соответственно Это все Из-за того Что у него Пятипроцентный Рост Акций Тесла С внедрением Компаний Список СНП 500 Поднял Оценку Состояния Маска Выше 185 Миллиардов И Конкретно Илон Маск И его Компания Тесла Могут Запустить Я уже говорил И Вот почему Вот у нас С вами Акции Тесла Которые Стоят Сейчас 880 Долларов И есть Вероятность Что они Продолжат Дорожать Так вот Давайте Посмотрим Если мы На финвизе С вами Возьмем Тесла Или здесь Есть Отдельная Отчетность Давайте Посмотрим Рыночная Капитализация Тесла Составляет 834 Миллиарда То есть Уже Скоро Дойдет До Одного Триллиона Как у Эпл И мы Можем Смело Эту Компанию Сейчас Добавить В наш Вот этот Список Вот Здесь Вот Еще Мы Пишем Сюда Тесла И Пишем Сюда Ну По сути 08 Пока 0 08 Триллиона И Вот Сюда Мы Тогда Должны Добавить У У У У У У У У У Вместе С Тесла То Получается Что Капитализация Тесла Сейчас Больше Чем Капитализация Биткоина Да И Вот Что Может Произойти Следующее По Принципу Поведения MicroStrategy Давайте Открою Статью Nazara Hedge Сейчас Вот Это Та Самая Статья Nazara Hedge Она На английском Я Ссылочку На нее Прикреплю Получается 11 Августа Когда Биткоин Еще Торговался На отметке В 10 тысяч Публичная Торговая Компания MicroStrategy Тикер У нее MSTR Сделала Трансформационное Заявление И О том Что Они Купили 21 454 Да Вот 454 Биткоина Вот Эта Строчка Примерно На 250 Миллионов Долларов Это Была Первая Покупка И После Этого Они Сделали Еще Несколько Покупок И Вот Это Стало Тем Самым Триггером Который Начал Мне кажется Отправлять Биткоин Уже Куда-то За 100 Тысяч Это Ближайшая Цена И Куда-то Дальше И дальше Да Возможно Действительно На миллион Потому Что По Вот Этому Примеру По Этому Алгоритму Сейчас Начнут Действовать Другие Компании И Банки Смогут Через Вот Такие Компании Покупая Их Акции По сути Владеть Биткоином Это Как Некий Прокси Сервер То есть Грубо говоря Компания Обменивает Свои Наличные На Биткоины И хранит Их У себя А Другие Банки Другие Инвестиционные Фонды Другие Компании Смогут Покупать И владеть Акциями Таких Компаний И соответственно Через эти Акции Как бы Владеть Опосредованно Биткоином И при росте Биткоина Акции И капитал Компаний Они как бы Получается Дорожают И соответственно Ну это нельзя Назвать пузырем Но по сути Выглядит как пузырь Но мы знаем С вами Что биткоинов Ограниченное количество Их всего 21 миллион И да будет Последний биткоин Будет в 2140 Году При текущих мощностях Примерно Такой расчет Так вот Получается Что все вот эти банки Которые мы с вами Внесли Вот в эту нашу табличку Да Китайский банк JP Morgan Morgan Stanley Ну а грейскейл Это те фирмы Которые уже владеют Трастом То есть грейскейл И у него есть разные трасты Биткоин Биткоин кэш Эфир И вот они активно Закупают Криптовалюты А через них Уже через их акции Можно владеть Тоже биткоином Ну у них есть Шестимесячный Локап То есть если вы покупаете Акции грейскейл Вот то у вас Будет шестимесячный локап Соответственно Это не очень удобно А покупая просто Акции Майкростратеджи Что сделал Морган Stanley Давайте мы сейчас Отмотаем вниз И вот здесь вот Кстати мы еще Не внести с вами Вот интересную Есть такая компания Масматал Страховая Ей 169 лет Так вот Она тоже Начала конвертировать И по-моему Один процент То есть около Одного процента Своих средств Она уже тоже Вложила в биткоин По словам Сео Майкростратеджи На 21 декабря Майкростратеджи Владела Биткоином На сумму 1 125 миллиардов Это примерно 70 тысяч 470 биткоинов По тому курсу Сейчас это больше уже Сейчас получается Оценка уже больше Двух миллиардов Вот здесь смотрите Вот почему Борган Стэнли Не захотели покупать Грейскейл Биткоин Траст Потому что у них есть премия КНАФ То есть если они будут покупать Допустим Через Грейскейл То они за 1 биткоин Будут переплачивать Почти 4 тысячи долларов А покупая это напрямую Точнее покупая акции Майкростратеджи Они экономят 15-20 процентов А на таких огромных суммах Это конечно Большая экономия И они показали Что так можно делать И они за Четвертый квартал Увеличили свой стейк В акциях Майкростратеджи На 455 процентов То есть у них было 142 тысячи акций И они докупились До 792 тысячи 6 тысяч Акций То есть почти 800 тысяч акций Теперь у них Это почти 10 процентов От всех акций Майкростратеджи Смотрите Как Вот на этом графике Видно Как Морган Стэнли Увеличил Свои активы То есть Где-то у них было Тут они продавали Продавали А потом Бабам И закупились На всю котлету В общем Вот это вот Вся история Которая сейчас Здесь происходит И то что Майкл Сейлор Это Сео Майкростратеджи Я напоминаю Он Говорит И подталкивает Илона Маска Сео Спейс Икс И Тесла К тому Чтобы Так или иначе Начать взаимодействовать С биткоином А так как мы знаем Илон Маск Такой парень Горячий И Действительно Имея сейчас Такие возможности И капиталы Находясь на пике Да Своем Они могут Действительно взять И вот эти вот Часть наличных Компаний Тесла В 0.8 триллионов Часть из них Конвертировать Банально в биткоины То есть если дальше Продолжится И соответственно Эту всю цепочку Начнут раскачивать Китайские банки А про китайские банки Я теперь отдельно Еще добавлю Я зачитаю Про Китай Отдельно Что происходит И как оттуда Двигаются деньги И какими суммами То мы можем Действительно Увидеть В 2021 году А это этот год На конец года Цифру В 400 500 тысяч За биткоин То есть это Ну грубо говоря В 10 раз Мы увеличимся От текущих цен То есть если сейчас Мы достигали 42 тысячи долларов То мы можем В 10 раз Как минимум увеличиться Но Это может быть И не в 10 раз То есть это примерно Да то есть мы видим Что около 10 раз У нас сейчас Различается сумма Капитализации Но здесь совсем Мало компаний Мы написали Мы написали То есть мы взяли Те банки Которые уже Интересуются И просто Вписали Их активы Активы под управлением Это же понятно Что они не будут Вкладывать Да то есть они Вкладывают 1-2 процента От своих активов Но в целом В мире Будет напечатано За 21 год Еще очень Очень много денег И часть Из этих денег Отправится Прямиком В криптовалюты Поэтому Если вы Владеете Биткоином Если у вас Есть возможность Часть своих средств Отправить В криптовалюты Пожалуйста Обратите внимание На биткоин На эфир На палькодот Заведите себе индекс Как это делаем Мы с максом И часть средств Или регулярно Допустим Раз в неделю Раз в месяц Инвестируйте В криптовалюты Возьмите горизонт Себе 2-3 года И вы посмотрите Через 2-3 года Все инвестиции Которые вы сделали В криптовалюты Они обгонят Другие всякие инвестиции Какие бы то ни было В вложение В недвижимость В вложение В какие то акции И фонды То есть куда бы то ни было Поэтому вот Такие вот мысли Опять же Все выводы Вы делаете для себя Сами Мы не являемся Какими то экспертами Мы не даем Инвестиционных советов То есть мы просто Сами Для себя Проводим вот такую аналитику Изучаем рынок И смотрим Что из этого получится Итак Какие мы можем с вами Сделать выводы Из того Что мы сейчас С вами все посмотрели И послушали Теперь Микростратеджи Будет не только Изо всех сил Пытаться получить доступ К еще большему Количеству наличных Ожидайте еще много Предложений Конвертируемых Облигаций И быстро Конвертируют их В биткоины Но и бесчисленное Количество других Публично торгуемых Фирм Теперь поспешат Конвертировать Все свои деньги И больше В биткоины Оказываясь при этом От существующих Операций В надежде Стать Инвестиционным Пулом Биткоинов А их акциями Аналогичным образом Выкупят Китовые инвесторы Такие как Морган Стэнли Ферст Траст Джейпи Морган Альянс Бернштейн И все другие Организации Которые в настоящее Время являются Долгими инвесторами Рошея Свои владения В Майкро Стратеги Одна из таких Компаний Которая Как мы убеждены Объявит О конвертации Миллиардов Своих наличных Денег Биткоины Это никто иной Как Тесла Генеральный директор Майкро Стратеги Сказал Илону Маску Что Обрати внимание На биткоины У тебя инновационная Компания И судя по Такому психологическому Портрету Илона Маска Можно сделать вывод Что он действительно В ближайшее время Может быть даже В 21 году Как минимум Часть средств Компании Тесла Может сконвертировать В биткоины И объявит о том Что он готов продавать Свои автомобили За биткоины И это будет Еще один Супер Да Такой Взрыв Среди медиа И это просто Может разогнать Цену биткоина Куда-то в космос Поэтому Илон Маск Может стать Следующим Триггером Который просто Запустит Курс биткоина В космос И тогда действительно Вот эти все цифры В 400 тысяч В 500 тысяч За биткоин Могут стать реальностью Потому что Компания Тесла Сейчас имеет Огромную капитализацию Ее акции Растут И без биткоинов Но вы можете Увидеть Что все компании Которые так или иначе Сейчас объявляют Или заявляют О том Что они Собираются Часть своих денег Конвертировать в биткоин Или открывают Биткоин фонд От своей компании Их акции Просто на этих новостях Начинают стрелять Поэтому Если Тесла Объявит О том Что часть средств Она будет Конвертировать в биткоин Тесла Биткоин фонд То все Это как минимум Может дорисовать Нолик К любой Цифре Цене биткоина То есть Если он будет стоить 50 тысяч На тот момент Когда эта новость Случится То в ближайшую неделю После этого Она может вскочить Куда-то до Ну в 10 раз Короче До 500 тысяч Потому что Другие компании Будут на перегонки Делать то же самое И мы сейчас Вступаем в совсем другую эру Это не так Как было в 2017 году 2021 год Совсем отличается И то что мы видим сейчас Это только начало Если вам понравился Наш контент Подпишитесь пожалуйста На этот канал Поставьте лайк Напишите свой комментарий Что вы думаете О всем Что вы сейчас Услышали Ну и не забывайте Что нужно еще Нажимать на колокольчик Потому что Ютуб это любит Он будет вам присылать Нотификации И уведомления Когда на нашем канале Будут выходить Разные новые ролики А их будет выходить Все больше и больше Они будут становиться Все интереснее И познавательнее Не переключайся Будь в курсе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok